Одна из самых живых околовоенных дискуссий последнего времени в российских аудиториях ведется вокруг отношения к тем людям, которые покидают систему. Не столько даже вокруг должностных лиц, но просто потому, что систему пока покидают люди с довольно незаметных и технических должностей. Никто не знает в лицо и по фамилии всех этих глав служб, управлений, департаментов, министерств. Никому нет особого дела до безликих вице-президентов госбанков и директоров отделов в госкомпаниях. Их должности звучат внушительно, но по факту они офисный планктон, который населяет московский штаб-квартиры в количествах сотен и тысяч единиц. В большей степени по понятным причинам дискуссия идет вокруг служителей пропаганды. Во-первых, потому что их работа публично. Во-вторых, потому что объективно именно служители телевизора, а не Сбербанка, не Газпрома, не Аэрофлота и даже не Министерства обороны, а телевизора делают наш режим тем, что он есть. В-третьих, насколько бы технической работой не занимались сотрудники государственной пропаганды, это была работа по продаже лжи. Лжи, которая убивает. Даже если человек совершил храбрый и неординарный поступок, вроде того, что сделала Марина Овсянникова, очень сложно забыть, что такие, как она, в первую и главную очередь причастны к тому, что люди в Украине гибнут и лишаются крова, а Россия оказалась в той яме, в которой она оказалась сейчас. Это кажется явным противоречием. С одной стороны, мы вроде как должны всячески приветствовать тех людей, которые покидают ряды пропаганды и, что более важно, подают пример своим коллегам. С другой, они успели за свою профессиональную карьеру натворить таких делов, что доброго слова никто из них, конечно, не заслужил. Но фокус в том, что тут нет никакого противоречия. Мы с вами совершенно не должны этих людей любить, чтобы поддерживать их уход. Потому что их уход — это вообще история не про них, как про людей, не про их личность. Это история про ту цель, которой хочет достичь общество. Чтобы объяснить, что я имею в виду, нужно представить картину целиком. Если мы говорим про рядовых сотрудников пропагандистских СМИ, про чиновников средней руки, то неправильно называть их заложниками режима. Во-первых, они в этих заложниках сидят добровольно. Их никто не удерживает под дулом автомата. Они могут в полном соответствии с трудовым кодексом написать заявление и через две недели быть свободными. У настоящих заложников нет такой привилегии. Если вы думаете, что вам откажут, не разрешат уйти и заставят работать дальше, это иллюзия. Пример. 115 росгвардейцев из Краснодарского края, которые отказались не то что пропагандой заниматься, а буквально ехать на войну в Украину. И их не расстреляли перед строем и даже не посадили в тюрьму. Их просто уволили из Росгвардии. Это увольнение они теперь оспаривают в суде. И, кстати, с высокой долей вероятности успешно оспорят и получат зарплату за весь срок, который оспаривали. В качестве аргументов, оправдывающих решение оставаться на месте и продолжать свою деятельность, обычно приводят ипотеку, несовершеннолетних детей, пожилых родителей на иждивении и так далее. Что ж, здесь идет наше во-вторых. Они хоть и рядовые эти люди, но все-таки квалифицированные сотрудники. У них чаще всего есть высшее образование, есть опыт работы и специальность. Россия 22-го года это пока еще не диконовский Лондон 19-го века. И люди здесь не умирают от голода на улице, если речь идет о квалифицированных, образованных сотрудниках медиа. Да, это выход из зоны комфорта, как любят говорить на психологических тренингах. У вас есть налаженная, сытая, обустроенная жизнь. Вы привыкли к определенному уровню жизни, к хорошим магазинам, ресторанам, фитнес-клубам и развивающим секциям для детей. От чего-то придется отказаться, чем-то пожертвовать. Это некомфортно, но это не значит, что вас взяли в заложники. Например, такой же выход из зоны комфорта сейчас поневоле совершают десятки тысяч сотрудников иностранных компаний, принявших решение закрыть бизнес в России. Вчера ты был аудитором в большой четверке, потратил кучу сил, вложил много денег в образование, не спал ночами, чтобы закрывать проекты в срок и расти по карьерной лестнице. А сегодня ты просто безработный. Эти люди не делали никакого выбора. Выбор за них сделала жизнь, поставив перед фактом. Падение уровня жизни штука, конечно, неприятная. Но это не конец света. Это не голодная смерть на теплотрассе. На добровольное снижение уровня жизни можно пойти ради того, чтобы жить в согласии с совестью и не заниматься подлыми вещами, раз уж ты сам осознаешь, что они подлые. Зона комфорта тут просто обязана перестать быть таковой, потому что работать на пропаганду, работать на государство, которое ведет войну и убивает мирных жителей другой страны, это вообще-то само по себе очень некомфортно. И, кстати, совсем не факт, что это снижение уровня жизни вообще произойдет. Очень часто смена работы, наоборот, приводит к появлению новых возможностей, о которых человек и не подозревал. А уж тем более смена такой работы. Теперь другая крайность, в которую иногда впадают люди оппозиционных взглядов. Мазать всех причастных к работе на государство, не смываемой черной краской, и требовать от них деятельного раскаяния. Добровольный уход со службы режиму – уже деятельное раскаяние. Сейчас ситуация стала максимально простой. Ты либо против войны, либо за. Не имеет никакого значения, чем ты занимался раньше, что ты думал про аннексию Крыма и про отравление Навального даже. Не имеет даже значения, голосовал ли ты за Путина в 2000 или в 2018 году. Если человек говорит «С меня хватит! Я не могу поддерживать войну! Я ухожу!» То на текущий момент этого уже достаточно. Все споры о том, кто что делал до 24 февраля 2022 года, мы оставим на будущее. Сейчас главная цель – остановить войну. И чем меньше людей будут ее поддерживать, тем быстрее это произойдет. Чаще всего переход из одного лагеря в другой происходит не одномоментно. Человек долго колеблется, постепенно ставит перед собой вопрос – а готов ли я заниматься этим дальше? В его голове этакие весы. События в буче, штурм азов в стали, другие кошмарные подробности войны ложатся на одну чашу весов. Желание сохранить привычный образ жизни и оплатить ипотеку – на другую чашу. Когда я это так прямо вот озвучиваю, это звучит бесчеловечно. Но именно так мыслят те люди, которые сейчас находятся в системе. Создавая токсичную атмосферу, публично набрасываясь на тех, кто добровольно ушел с госслужбы или из правительственных СМИ, мы добавляем гирьки на ту чашу, которая подписана «Оставайтесь и оставьте все как есть». И наоборот, доброжелательная, ну или хотя бы нейтральная среда, где тебя, если не поддержат, то хотя бы не обольют помоями, создают перевес в другую сторону. Человек – существо социальное. Мало кому из нас приятно чувствовать себя изгоем. А сейчас так и получается. Если ты работал на телевидении и ушел оттуда, то для одних ты становишься предателем, а для других – остаешься врагом. Чтобы на такое отважиться, нужно быть человеком с железной решимостью. И есть ощущение, что все такие вот крепкие духом и имеющие подобный опыт люди свои решения уже приняли. Как, например, Анатолий Чубайс. Вот ему уж не привыкать жить в ситуации, когда тебя ненавидят буквально все. Несправедливо требовать от рядовых сотрудников СМИ и госорганов выдержки и характера Чубайса, пережившего ярость и нападки всей России еще 30 лет назад, когда многие из сегодняшних россиян, стоящих перед трудным выбором, даже не родились. Давайте посмотрим на другой пример. Борис Ельцин в 80-е годы был совсем не рядовым государственным служащим. Кандидат в члены полетбюро, первый секретарь сначала Свердловского, а затем Московского обкома партии, то есть, ну, по нашему времени, это губернатор Свердловской области, а потом мэр Москвы. Это один из крупнейших функционеров в СССР. Если искать аналогию с днем сегодняшним, то можно Ельцина сравнить с Сергеем Собяниным. И вот этот стол прижима вдруг переходит в оппозицию и набирает бешеную популярность, легко выигрывает выборы, становится президентом независимой России. Стал бы он это делать, если бы понимал, что будет Освистен, поскольку раньше много десятилетий работал на стороне зла. Если бы понимал, что из-за советской своей партийной деятельности никаких выборов он никогда не выиграет. Ответа мы не узнаем, но вполне очевидно, что если бы Борис Ельцин свою энергию потратил на сохранение советской власти, а не на борьбу с ней, то история пошла бы в какую-то совсем другую сторону. Чтобы понять, как в точности нужно относиться к выходу пропагандистов на волю, нужно просто воспринять работу на пропаганду как частный случай деструктивного социального поведения. Это конформизм, но это саморазрушительный конформизм, как употребление наркотиков примерно. Наркоману комфортно принимать наркотики, а перерыв их употребления или попытка завязать вызовет у него большой дискомфорт, которого он хочет избежать. Уход с работы, которой ты занимался 5, 10 или 20 лет, возможно, всю профессиональную жизнь, это большой стресс. Причем это стресс, даже если условия на выходе будут лучше. Когда ты знаешь, что зарплата приходит 5 и 20 числа каждого месяца, когда уже заранее ждешь СМС из зачисления у Сбербанка, когда приезжаешь на одну станцию метро десятки лет и десятки лет поднимаешься на одном и том же лифте, твоя работа не просто становится образом жизни. Твоя работа становится частью тебя, становится тобой, твоей личностью. Точно так же, как наркотики становятся частью личности наркомана и отказываться от нее очень тяжело. Вот именно как к наркоманам к ним и нужно относиться. Всю эту пафосную надрывную нелепицу, которую несут бывшие пропагандисты в попытке привлечь к себе побольше внимания и чувствовать себя лучшими, чем они есть на самом деле, смело можно игнорировать. Наркоманы тоже любят нагнать драмы, чтобы оправдать свою зависимость. С другой стороны, сейчас наша задача примерно та же, что у семьи наркомана. Перестать колоться – это не героизм, это просто возвращение к норме. Но если мы хотим, чтобы человек к этой норме вернулся, нужно поддерживать его успехи, а не тыкать носом в прошлое. Говорить правду легко и приятно. После целой жизни работы во лжи, наверное, вдвойне легко и приятно. Человеку трудно постоянно лгать, трудно вечно выдумывать фантазийные конструкции, трудно творить откровенное зло и постоянно идти на сделки с совестью и искать объяснение во имя чего он это делает. И наша задача в том, чтобы сказать. Во-первых, бросайте выдумывать, что умрете с голоду и окажетесь на улице, едва перейдете на сторону добра. Все с вами будет хорошо. У вас найдутся работодатели и клиенты, вам помогут. Во-вторых, даже если вы и потеряете в уровне жизни, что, кстати, не факт, это все будет компенсировано трижды вашим душевным комфортом, согласием с собой, крепким сном. Наша задача в том, чтобы те коллеги, ушедших из пропаганды, что остаются внутри, видели, что путь выхода единственно верный, что их друзья и знакомые не обнищали, не стали изгоями, что их жизнь едва ли стала хуже материальной и точно стала лучше во всем остальном. Что можно быть честным и успешным одновременно. Посмотрите любую рекламу реабилитационных центров. В ней не рисуют опустившихся наркоманов и алкоголиков. Никого не оскорбляют и не унижают. Но рисуют улыбчивых людей и счастливые семьи. В этой рекламе показывают светлое будущее без зависимости. Вот и мы должны показывать людям светлое будущее без пропаганды. Мы должны это делать не потому, что любим сотрудников государственных медиа. Нет никакой нужды их любить, чтобы им помогать. Мы должны это делать, потому что любим свою страну и сильно не любим тот политический режим, который ведет ее в пропасть. Мы заинтересованы в том, чтобы кирпичики, которые этот режим составляют, постепенно выпадали, чтобы за одними кирпичиками тянулись другие. Что кирпичики эти мерзкие, гадкие, неприятные, что они несут пафосные бредни страдальцев за правое дело, это не наша головная боль. Наша задача, чтобы они выпадали, и выпадали максимально безвредно для себя. Не потому, что в этих кирпичиках заключен какой-то особый профессионализм и тайное знание, которое пригодится в новой России. Ничего подобного. В конкурентной среде и без своих неадекватных бюджетов они ничего не будут стоить. Просто когда другие кирпичики увидят, что эти выпали целехонькие, что им стало даже лучше, что необязательно держать эту опостылевшую стену, этим другим кирпичикам будет легче сделать то же самое. Наша задача не эмоциональная. Наша задача совершенно практическая. Создать вокруг каждого такую среду, где все вокруг или уже сбежали, или думают в эту сторону. Не обязательно, чтобы это было буквально так на самом деле. Важно, чтобы впечатление у них такое было. Чтобы каждый прикидывал, если все бегут, то почему не бегу я? Зачем оставаться на этом тонущем корабле? Российская пропаганда, как и весь российский режим, предельно безэмоциональна и цинична. Бороться с ней можно теми же методами. Не рассуждать о качестве людей, а стремиться к очень простой и очень прагматичной цели. Чем сильна наша страна, помимо всего прочего, помимо того, что тут точно не меньше возможностей заработать, не меньше зрителей и читателей, что тут действительно есть свобода для самореализации, а не отработки методичек. Она сильна тем, что это сторона правды. Здесь не нужно закручивать свою личность и свое сознание в бараний рог, чтобы просто работать каждый день. Здесь не нужно ломать себя как человека. Здесь не нужно думать о том, что тебя ждет, если, боже упаси, сменится режим. Здесь не нужно привязывать себя к физическому бытию одного очень пожилого человека, который хотя бы по чисто биологическим причинам потеряет власть раньше, чем ты выйдешь на пенсию. Наша страна хороша тем, что у нее есть будущее. У их страны есть только настоящее. Причем настоящее краткосрочное. Любой завтрашний день для них может не наступить. Говорить правду не просто легко и приятно. Правда всегда окупается в долгосрочной перспективе. Вот что мы должны транслировать, чтобы структура пропаганды постепенно слабела. И я вот пытаюсь. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...